Годы, люди и народы Убегают навсегда, как текучая вода В гибком зеркале природы Звезды, невод, рыбы Мы, боги, призраки у тьмы Здесь, в небольшой деревеньке Ручьи Крестецкого района Новгородской области Имя Велимира Хлебникова знакомо каждому Именно в этих местах первый председатель земного шара Окончил свой земной путь Местные жители посчитали долгом сохранить память о поэте И почти 30 лет назад здесь открылся первый мемориальный музей Велимира Хлебникова Который впоследствии стал филиалом Крестецкого краеведческого музея Мы активно работаем с туристами из разных городов Прилежащих к нам областей Из Ленинградской области, из Тверской И все они, посещая наш музей, посещают и наш филиал Музей Велимира Хлебникова в деревне Ручье Интерес сейчас к нему возрос К творчеству Велимира Хлебникова И к его судьбе Мы всячески поддерживаем на базе нашего филиала У нас работает клубное объединение «Истоки» В нем занимаются школьники средних классов и старших Они проводят исследовательскую работу Принимают участие в ежегодных хлебниковских чтениях Готовят доклады, проводят экскурсии по музею, ходят в экспедиции Музей создавался на общественных началах Постепенно, в течение нескольких лет Удалось собрать коллекцию фотографий и портретов Хлебникова Иллюстрации к его стихам Родоначальником собрания стал ростовский художник Олег Облаухов Большой поклонник творчества Велимира А начиналась коллекция вот с этой доски Которую он обнаружил на могиле поэта Теперь это один из главных экспонатов Он задался целью создать у нас музей Он приехал из Петербурга, где участвовал в оформлении выставки Посвященной Хлебникову И все завертелось, закружилось Он хотел, чтобы знали о том, кто такой Хлебников О его родине, о его предках, о его знакомых каких-то О его творчестве Он в основном все материалы привез Полностью его заслуга в создании музея Он хотел, чтобы на месте, где Хлебников провел последние дни Осталась о нем память Председатель земного шара Так называл себя Хлебников при жизни И именно таким его представляют сейчас Светлым, одухотворенным, мечтательным На голубовато-белых стенах Не только фрагменты рукописей и записок Велимира Но и карандашные рисунки Поэт пробовал себя в живописи Есть здесь и портрет Владимира Маяковского Друга и соратника Хлебникова Во имя сохранения правильной литературной перспективы Считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени И не сомневаюсь от имени моих друзей Поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака Что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей И великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе Владимир Маяковский Несмотря на то, что большая часть экспозиции – копии Побывав тут, волей-неволей чувствуешь себя гораздо ближе к таинственному миру Хлебникова Все эти вещи собирались с душой Материалы о его учебе О его творческой деятельности У нас в основном копии Самый древний экспонат – это лотосы Которые были привезены на открытие музея В комнате памяти, где пахнет деревом и свежим сеном Со стен импровизированного сруба На посетителя смотрят рисунки Петра Митурича Который практически не отходил от Хлебникова в последние дни его жизни Резкие тревожные очертания повозки, возившей Велимира в больницу Как и портрет самого умирающего поэта В торопях набросанной от руки Передают всю глубину переживаний художника за своего друга Особая гордость музея – фрагменты стен и черепицы С той самой школы в Санталово, где остановился Велимир Перед нами несколько бревен из школы Где провел последние дни Хлебников Но в школе он прожил недолго Потому что из-за своей болезни Он решил, что не должен портить жизнь кому-то И пришел в баньку Здесь на полу сухая трава, сено Потому что эта банька была наполнена тоже травами Велимир Хлебников ушел из жизни 22 июня 1922 года В 37 лет, как сам и предсказывал Его похоронили на небольшом погосте в деревне Ручьи Около старой деревянной церкви Могила поэта находится в глубине кладбища Пропустить ее невозможно Достаточно осмотреться, как взгляд тут же останавливается на необычном монументе Слегка укрытым ветвями плакучей березы Памятник, выполненный скульптором Вячеславом Клыковым Невероятно выделяется на фоне остальных Как и сам Велимир при жизни Открыт был памятник 28 июня 1986 года Что из себя представляет этот памятный знак? Ну, хочу сказать, что сама могила находится между этими двумя деревьями А рядом они не стали тревожить, беспокоить Рядом они вот это установили, вот этот вот памятник На вертикальной, слегка пирамидальной, упрощенной стелле Со скругленными углами на лицевой стороне Внише скульптура обнаженного мальчика Со свитком в руках, блаженно вслушивающуюся в мир Как образ чистоты в поэзии Хлебникова И в связи с Богом и природой На голове мальчика трехлучевая корона Символ триединства времени Прошлого, настоящего, будущего По периметру вокруг ниши памятник обрамляют загадочные письмена Интуитивная азбука, как назвал их сам скульптор Клыков Вязь из псевдобукв и значков, в которые переплелись все языки мира На обратной стороне памятника в камне высечен фрагмент Одного из последних стихотворений Хлебникова Горе моряку, взявшему неверный угол своей ладьи И звезды разобьются о камни Горе и вам, взявшим неверный угол сердца ко мне Вы разобьетесь о камни И камни будут насмехаться над вами Как вы насмехались надо мной Вот эти слова очень чутко говорят о его ранимости души О его прекрасной такой глубокой натуре И в то же время о такой очень нежной Очень мягкой личности по отношению к себе Эта дорога к месту, где раньше располагалась деревня Санталова Вряд ли когда-нибудь зарастет Ведь, как гласит каменная табличка на лесном перекрестке Здесь провел последние дни своей жизни Первый председатель земного шара Велимир Хлебников Велимир Хлебников Велимир Хлебников